Как бы вызова самому себе, то толку не будет. То есть, у человека, у которого нет вызова самому себе. Вот, обратите внимание. Есть очень простая формула. Очень простая. Вот, обратите внимание, что человек больше всего в жизни боится быть отвергнутым. Обществом, кем-то. И это просто, вот, скажем так, некое определение. Оно включает все. Вот, отвержение, вы можете себе представить, как будто кто-то, как будто говорит, ну иди нафиг. Это не совсем так. Это в том числе. Просто сказанное слово «нет» – это тоже отвержение некого рода. Понимаете? Комплексное понятие, включающее в себя «все нет» в жизни. И вот реакция на «нет» у человека очень-очень интересная. Меня, когда учили, начинали учить, мне Павлович говорил, что, представь себе ситуацию, в те времена, когда были 90-е, было такое понятие, как дискотека. Сейчас их нет, как бы, дискотек. Есть ночные клубы, там, и так далее, и тому подобное. Но дискотек нет. Вот в том виде, в котором они были в 90-е, они давным-давно исчезли. Как форма. То есть дискотека – это некий танцевальный зал, где, куда приходят некие люди, и давай там танцевать. Знакомиться с друг другом, общаться. Притом общаться там невозможно, потому что там музыка орет как бы сумасшедшим образом. То есть это какой-то другой уровень общения. Но были дискотеки, вот, в Москве тогда, в те времена, где очень даже можно было пообщаться. Очень. Так вот, мне Павлович говорил, представь себе вот ситуацию, когда ты подходишь к девушке, хочешь с ней завязать какой-то разговор, а она тебе говорит, что ты от меня хочешь. Вот такая вопрос. Вот это тоже отвержение. То есть это постановка в тупик. То есть обычно на этот вопрос нет никакого ответа. Так вот, умение работать в условии тупика порождает в человеке вот эту временную ретро-трансформацию. То есть того, кого не ставят в тупик, он не ретро-трансформируется. То есть он продолжает находиться в одном и том же положении. Постоянно. Но люди все до одного пытаются избежать тупика. И поэтому они никогда не ретро-трансформируются, они в одном положении находятся. В этом висит все. И когда я говорю о череде поражений, то есть это череда тупиков. Даже на самом высоком уровне подготовки. И если кто-то считает, что у меня тупиков нет, так это неправда. И они есть и в достаточном наличии. И научных, и прочих тупиков. Но я привык к тупикам. Моя научная деятельность, она сплошной тупик. Я привык к тупикам постоянно. У меня что ни день, то тупик. То есть любой взлом – это тупик. Это возрастание над этим взломом. Это ретрансформация личности над этим взломом. Понимаете?